Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу для автоматизации учета любого вида аренды и проката. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Мы зайдем под ролью «main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Наше программное обеспечение может работать как в одном пункте проката, так и объединить сеть филиалов в единую информационную систему. Давайте рассмотрим главное окно программы, которое сделано настолько удобно, что работать в нем будет одно удовольствие. Слева вы видите перечень сдаваемых прокат объектов. Это могут быть платья, инструменты, дома, автомобили и многое другое. Чтобы ваши сотрудники могли лучше ориентироваться в номенклатуре, каждому объекту можно указать изображение. Возле наименования программа будет отображать штрих-коды, если вы планируете использовать специальное оборудование. Все объекты делятся на категории. Каждой категории вы сможете присвоить свой цвет. В нашем примере вы видите, что пышные платья отображаются розовым цветом, а вечерние – желтым. Найти нужный товар можно по самым разным критериям – по названию, штрих-коду, категории, по факту наличия на складе и т.д. Теперь обратите внимание на верхнюю часть окна, где идут дни. Вы можете посмотреть прокат товара за любые даты, которые выбираются с помощью календаря. Под датой идет время. Могут отображаться только рабочие часы. В нашем примере это с 11 утра до 10 часов вечера. А теперь давайте оформим заказ. Например, звонит нам клиент и просит забронировать ему сегодня платье с 5 вечера на 1 сутки. Для этого нам нужно просто дважды щелкнуть на нужном времени. Откроется окно добавления заказа. Нажав на кнопку с многоточием, выберем клиент из единой базы клиентов, которая у вас постепенно сформируется. Нужного человека быстро находим по первым буквам в его имени или номеру телефона. Если звонит новый клиент, можем его легко добавить правой кнопкой мыши. Когда клиент добавлен, дважды щелкнем на нем, чтобы выбрать. Остальные данные уже подставлены автоматически. Статус заказа – бронь. Сдаем на сутки. Количество суток – одни. В качестве залога возьмем деньги. Все делается настолько быстро, что можно оформлять заказ, пока клиент говорит с нами по телефону. Если он надумает взять несколько вещей в прокат, другие вещи легко добавляются в состав заказа также двойным щелчком. При этом сумма к оплате и сумма залога рассчитываются автоматически с учетом того прайс-листа, по которому обслуживается данный клиент. Те товары, которые находятся в составе заказа, отображаются всегда сверху. Их названия выделяются. Также оранжевым цветом выделяется время, на которое хотят взять товар. Вы всегда увидите, а не накладывается ли это время на другой заказ. Программа это тоже проверяет и не допустит наложений, чтобы ваши клиенты всегда могли получить свой товар в нужный час. Подытожим. Для добавления заказа мы дважды щелкнули на нужном товаре и выбрали клиента. Вот и все. Остается только нажать кнопку «Сохранить». Таким же способом можно оформить не бронь, а сразу выдачу товара. Разница лишь только в том, что при выдаче мы можем сразу принять оплату. Вот мы видим, что полторы тысячи будет стоить прокат указанного платья, и две тысячи нужно взять в залог. Итого, программа посчитала сама, мы приняли три с половиной тысячи. При этом автоматически распечатывается наглядная квитанция с перечнем выданной продукции. На том экземпляре, который остается вам, могут выходить условия оказания услуг, которые клиент должен будет подписать. Теперь снова вернемся к окну проката. Все сделано настолько гибко, что можно менять информацию простыми движениями мышки. Например, позвонил клиент и попросил перенести бронь с 5 на 8 часов вечера. Что вы делаете? Сначала легко находите нужный заказ по имени клиента или номеру его телефона. Может надо же вводить не полное значение, а только часть имени. А теперь мы можем мышкой переместить заказ на 8 часов. Вот и все. Если нужно вновь отобразить весь ассортимент продукции, нажимаем специальную кнопку «Показать все». Сейчас мы видим два заказа, которые отличаются цветом. Синий цвет – это бронь. Зеленым заказ становится, когда товар выдан. Есть и другие цвета. Для закрытого заказа – серый цвет. Для тех, кто опаздывает вернуть или наоборот, забрать товар, тоже есть свои цвета, которые будут уже более яркие, чтобы привлечь ваше внимание к проблемным вопросам. Вот текущее время, которое отображено красной линией. Если, например, какой-то товар должен был быть возвращен, но его еще не вернули, этот заказ сразу начинает выделяться среди других. С помощью того же поиска вы можете легко найти только проблемные заказы. Программа вам предоставит удобную функцию смс-напоминания клиенту. Нажимаете правой кнопкой на заказе и выбираете «Напомнить про возврат». В уголке появится значок «СМС», который показывает, что данному клиенту вы уже напомнили про возврат продукции. Также при необходимости программа может делать такие напоминания автоматически. Есть и другие значки, которые помогут конкретные заказы выделить на общем фоне. Например, значок доллара показывает, что по заказу есть задолженность. Еще, если заказ делает клиент, которому доверия нет, можете ему присвоить категорию «Проблемный», и все его заказы будут выделяться восклицательным знаком. В этом случае вы сразу будете видеть, что с данным клиентом, например, нужно работать только по полной предоплате. Теперь давайте посмотрим, что получит руководитель в результате всех этих нехитрых действий, а руководитель получит профессиональную управленческую отчетность. С помощью различных отчетов можно будет проанализировать работу компании, а значит найти ее слабые стороны и, улучшив их, увеличить доход организации. В первую очередь отчет «Деньги» покажет оборот средств за любой период времени, а также актуальные остатки в кассе и на банковских счетах. Данный отчет, как и все другие, будет сформирован с вашим логотипом и реквизитами. По любому клиенту у вас будет возможность распечатать акт сверки. Итоговый отчет по прокату посчитает суммы, которые вы заработали со сдачи в прокат по каждому виду продукции. Кроме табличных данных, программа построит наглядные графики и диаграммы по каждой категории и подкатегории товара. Если кроме проката и аренды вы занимаетесь продажами, такой же детальный анализ можно будет получить и по продажам. В специальном отчете окупаемость вы сможете посмотреть, какая продукция уже окупилась от сдачи ее в аренду или прокат, а также увидите, сколько составляет полученная прибыль. Отчет по клиентам выбери тех, кто больше всего делает заказов. Таким постоянным клиентам при желании вы сможете сформировать отдельный прайс-лист с откидками. Аналитический отчет по маркетингу и рекламе покажет, откуда клиенты чаще всего о вас узнают. Если вы платите за определенный вид рекламы, здесь вы увидите, насколько он на самом деле эффективен. Отчет по сотрудникам покажет, кто лучше работает и больше всех зарабатывает денег для организации. Обратите внимание, что все отчеты формируются за любой период времени, а это значит, что вы сможете проанализировать любой день, месяц и даже целый год. Мы показали вам лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать по контактам, указанным на официальном сайте usu.kz. Мы работаем с компаниями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.